Эта конструкция означает, что только тут у нас ловит интернет. Иногда еще вот на этой банке, и надо сверху поставить несколько коробок, а только потом компьютер. А вот эта мама клеит вторые рамы. У нас очень модные вторые рамы. Внимание, лайфхак. Берем пищевую пленку, прикрепляем ее на скотч и натягиваем. Скотч вот только рвется посредине. Сейчас вот я заделываю дыры в пищевой пленке, которые я нечаянно проткнула с крикенки я и ударом ножниц. Потому что нужно, чтобы вторые рамы были герметичны. Когда прослойка воздуха там сохраняется, соответственно, понятно, не так замерзает. Вчера мы были свидетелями утром того, что даже если это вторые рамы из пищевой пленки, они все равно работают. Потому что вчера ночью было минус 10 градусов температура воздуха. И когда мы встали утром, замерзло все. Вообще, что могло? Я вход не могла открыть. Замерз входной люк, потом Настя его не могла закрыть. Эх, вот тут я понервничала и коротко обрезала. Придется двойной скотч лепить. И, в общем, это у нас последнее окно оставалось, на котором не было второй рам. И оно было покрыто полностью льдом. Как и окно в туалете. Но окно в туалете мы не заклеиваем, потому что мы его открываем периодически, проветриваясь. А все остальные окна у нас уже имеют, вот даже вот здесь, посмотрите. Вот у нас вторые рамы на вентиляции из скотча сделаны. И вот тут тоже вторые рамы. Вот это самые первые. Вторые рамы мы еще тогда не очень хорошими специалистами по рамам были. У нас всегда просто пленок не было. Были так себе, окончиками. А потом знающие люди, которые прошли северным морским путем, посоветовали нам, что, ребят, вы тут это, не парьтесь, что у вас нет вторых рам. Берите пищевую пленку и делайте. И все будет тогда вам видно. Ну, собственно, мы взяли пищевую пленку и делаем. Вот сейчас, если я оторву этот скотч, то мы сможем даже показать, как мы это делаем. Но скотч, гадство, просто невероятно. Это специально он прессох. Да. Время вот 17.37, день уже начал прибавляться, слава тебе, господи. И как мы видим, вечерние сумерки не пол пятого, а пол шестого происходят. И это здорово. Вот. Расскажи еще, где кто спит у нас пока такая холодрыга на улице. Вот папа тут практически сидит на моем спальном месте и что-то монтирует, поэтому не надо говорить, что мы ничего не делаем тут. А кто-то говорит, что мы ничего не делаем? Ну, кто-то говорит, что у нас мало всего выходит. А мы же, на самом деле, это очень сильно все стараемся делать. Вот. Короче, тут я сплю, я тут себе стелю постель, каждый день, каждый вечер их выгоняю отсюда. Папа очень неохотно отсюда уходит. А вот тут спит Лада в нашем кабинете. Там бардак такой, ничего, что в шесть вечера. Да. А вот эта подушка, например, у нас сушится до сих пор, уже неделю. А она, кстати, там... Вот можно... Давай я подержу телефон, а ты поставишь, как она у нас дверь. Иди носовой сними. Да, да, да. Прямо, ну, стопом снимаем. Носовая. Вот просили лифт, получайте. Носовая. Носовой темно, и ничего не видно. В общем, сделаем вид, чтобы вы все увидели внутри. Сейчас мама будет держать телефон, да, мама? Да, 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 я сейчас возьму телефон. Короче, мини-рум-тур. Вот гитара стоит зачем-то тут. Наська сейчас музиц вырвала. Музиц вырвала. И вот это у нас подушка, которая вот тут стоит. Вон она. Она вообще обычно должна вот там на диванчике лежать. Но конденсат под диванчик гадство течет. Поэтому там у нас все открыто и сушится. А теперь вот Наська ее поставила. Таким вот образом. Потому что в носовой каюте холодрыга. Там у нас склад провианта. И мы вот так вот утепляем носовую каюту, чтобы оттуда холодильщик нам не лилась. И чтобы пролезть теперь умыться, надо быть очень тонким. А где у нас Лада? А, Лада у нас на улицу пошла, да? Лада у нас не делала. Уроки упорно сегодня. Делала-делала. Вот мне заправив кровать. Вот сейчас вы видите, как все по чесноку у нас происходит. Вон, покажи еще Ладе на объявлении. Кстати, убираемся мы только тогда, когда к нам гости приходят. Или когда мы в море выходим. Да, хорошо к нам гости приходят каждый день. Поэтому, конечно, каждый день убираемся. Ладе на объявлении. Она тут устраивала какой-то чемпионат, чтобы шар бросать. Тут Лада у нас придумала кулинарный поединок. Когда-нибудь он все-таки случится. Да, я думаю, когда мы вот сейчас выйдем отсюда, и будем кулинарный поединок вечером как раз устраивать. Это значит, что все должны быть разные. Как раз все продукты закончатся. Ну, мы выйдем-то, они еще начнутся. Ну-ка, что уж. У меня опять заклеился скотч. Ну вот, посмотрите, дорогие друзья, мастера остекления помещений. Недорого. Если у вас нет окна, мы поставим. Мы поставим, да. Звоните нам, шлите денег на билеты. А лучше билеты. Прямо сразу. Да. Накладываю третий слой скотча, потому что там у меня было коротко все. Главное, в общем, скотч приклеивать на сухую, понятно, поверхность. И поверхность эта должна быть вот эта железячная. Поэтому мы сначала сушим тщательно. Иногда тщетно, конечно, порой. Высушить все основательно вообще невозможно. Да, вон там вентилятор работает, усушится. Вот этой штучкой я вытираю конденсат. Вот. Собственно, ты можешь папе еще задать пару вопросов. Папа, ответь на пару. Папа. Блиц вопросов. Папа. К сегодняшнему Ливу. К сегодняшнему Ливу. Как вам тут живется в холодах? Не замерзаете? Здесь прекрасно живется. В яхте тепло. Круглосуточно включены два обогревателя. Ой, блин. Часа 3-4-5 работает еще и дизельный обогреватель. А то и больше. Вот. Почти не замерзаем. Утром я просыпаюсь градусов 11, правда. Но сразу включаю обогреватель. А когда не так холодно, то градусов 14-15 утром может быть. На самом деле, вот мы тут с соседями по яхте. Рене, в частности, недавно. Чай вместе пили в яхт-клубе. И он спрашивает, а какая у вас температура по утрам в вашем домике? Мы говорим, ну, в Антарктиде была, бывало по утрам плюс 7. Он говорит, жара африканская. Я, говорит, своей алюминиевой лодки в полночь выключаю отопитель дизельный. И просыпаюсь утром, у меня плюс 1. Ну, в общем, мы таки возрадовались, что плюс 1 люди живут. А у нас так, что сейчас по утрам 12-13 градусов. Я вообще считаю, что это курорт. Да. Вот, наконец, у нас появилась вторая рама. Это не избавляет вообще ни от чего. Вот посмотрите, в какой ужас превратила южная часть мирового океана нашу яхту. Вот здесь вот это вот все. Ну, это так и было. Не, ну, вот здесь вот было, а вот здесь-то вот не было. Вот здесь вот все черным-черно, все мокрым-мокро. Короче, нам теперь надо делать ремонт. У нас просто, смотрите, вот это вот все потертости. Какая-то дура. Я, блин, там раскатывала совсем про другое потертости. Ну, я, видите, все равно... Оператор был пьян. Да, да, вот я тоже хотела сказать. Я, на самом деле, про что говорю? Что конденсат течет со страшной силой. Вот когда вот этих окон нет, он прям льется ручьем. А поскольку у нас мега крутые вторые рамы, они, вот смотрите, еще у нас, еще один лапхачек. У них вот тут вот такие подтяжки. Пластические операции мы иногда делаем. Потому что вот здесь вот, например, вот в этом месте, вот она, пленка пристыла к окну. И, соответственно, я провожу руку, у меня рука мокрая. То есть она со временем обвисает. Мы ее вот так вот оттягиваем и делаем подтяжки на скотч. И к концу сезона вторые рамы приобретают очень бодрый, смешной вид. Это раз. А окна это какой вид приобретают? Это, господи, не в сказке сказать, не пером написать. Вот там вообще все ужас. Мокро, хоть вентилятор работает. А, конденсат. Я вам сейчас покажу, куда течет. Айда, жалко, Юнги нету. Юнга ушла на берег общаться с приятелями и друзьями. А конденсат у нас течет вот сюда. Идем внимательно. Вот там вот была крыша рубки, да, вот где я окна делала. Вот, короче, вся эта бодяга течет вот сюда. Вот это все сюда течет. Вот тут вот обычно лужи. Да, вот здесь мы вытираем лужи. Я как только захожу на кухню, все время вытираю лужи. Но это полбеды. На самом деле главная беда, что конденсат начинает течь вот здесь вот. И вот на эту вот над розеткой, влезет даже темно, надо поближе поставить. И, короче, когда она заливается вот сюда вот, а тут розетка 220, мы сейчас к берегу подключим. Когда она заливается там, куда не надо, все это каратит. У нас вырубают бодки. И мы вот это все сушим, я дую туда, вытираю вот эту вот дырку. Чтобы потом электрический чайник... Короче, если оставить включенным в розетку электрический чайник, и вдруг ночью все вырубится, то мы можем проснуться в одном градусе, прям как реные. Так, а вот это у нас цукаты. Варим цукаты, варенье из апельсиновых коробок. Сейчас они вымочатся. Еще пару апельсинов сожрем. Съедим, мамочка. И будет у нас все вкусно. Что еще вам показать? Вот здесь у нас шкафы. Этот ром тоже был. Вот там вот елки-палки тоже по стене все течет. В шкафах все течет, да. Это, ребята, обнять и плакать. Если кто-то собирается идти в холода и зимовать на яхте, нужно, короче, вот эту всю обшивку снять, прокрасить внутри лодку специальной краской, утепляющей. И снова обшивку всю прилепить. И тогда вы сохраните обшивку. Потому что, я боюсь, мы прием в Киптаун, нам придется все это, нафиг, менять. Ну, шлифовать, в смысле, там. А кое-где вздулась. Вот здесь мы сейчас находимся. Вот тут вот, на огненной земле. Скоро выйдем вот сюда, вот так, через Магеллан в пролив. И вон туда, страшно сказать. Я все уронила. Наська тут еще буянит. А, дом ладен. Опс. Вот это вот ладен, между прочим, домик. Между прочим, сейчас если объявление убрать, вот это вот. Здесь вы увидите, что у нее вот этот бардак, он вообще имеет концептуальное значение. Он не просто так бардак. Он у нее тут вот, он. Это у нее пластилин, не знаю зачем. Плошки, не знаю зачем. Ну, чтобы ее есть, пока никто не видит пластилин. Вот это кораблик из коробки от пингвина. Где-то сам пингвин был. Его зовут, между прочим, Белленс. А фамилия Гаузи. У пингвина Ладенова. Вот она придет, расскажет вам про него. Тут Наськины дневники, снег. Свечка, айпад. Здесь, потому что она у нас лежала там, где все мокро. А я все препараты аптечные повытаскивала. И сушатся они теперь, потому что шкаф сушится. Вот это у нас тут живопись, стол дивана. На диване лежит пластилиновая роза. Ладой с лепками. Ну, в общем, да. Куколки тут вот это все. Объявления. Вот спальня. Тут урокоделальня. Тут игрушки. И вот в этом вот всем. Лада спит, зато тепло. Да. Ну, что, делаем выключение? Ну, давай не выключение, давай я на тебя, а ты наружу вылезешь. И что-нибудь скажешь мне с улицы. 11 минут уже наснимали. Ё-пра-с-э-те. Ну, ребята, потом не говорите, что у нас нет живых эфиров. Все вырежем. Идет дождь. Дождь, да ладно. Сегодня жара, между прочим, африканская. Да, сегодня плюс 3 было, на удивление. Даже не знаю, что вам рассказать. Где-то там Лада. Сегодня я провела прямой эфир в Инстаграме. Слава богу, успела. Хотя мама у меня отбирала телефон. И чуть не утопила его. Да, и чуть не утопила мой телефон. Когда два дня назад папа утопил их. Да, у нас теперь, ребят, нет телефона. Вот так. Алис, гуд. Ну, вот давай вот там живопись покажем. Живопись. Нет, даже я покажу живопись. Я же тебя должна на фоне живописи. Вот посмотрите, какая живопись. Ну, выйди туда и скажи еще что-нибудь на фоне живописи. Смотри, как красиво. Вот вы сейчас все слушаете, как меня уговаривают что-нибудь сказать. Да. Я просто сегодня нефотогеничная. Обычно она у нас голубоглазая блондинка. А сегодня нефотогеничная. Холодно. Ладуся, крикни нам что-нибудь в живой эфир. Привет. Привет. Это эфир что ли? Нет, не эфир, но это мы запишем без вырезания. Вернее, на YouTube поместим жив. Слив. Привет. Тебя там не видно, тебе надо на снег выйти. На снег, на снег. А то в тени ты оказываешься. Привет. 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 Там в их клубе какая-то вечеринка местных армада до чили, по-моему, кто они там. Да. И они, короче, едят весь интернет. Едят и едят интернет. Короче, не только мясо, но интернет. А меня заморозят. Все, мило, улыбайся, потому что мы выключаемся. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И на наши инстаграмы тоже подписывайтесь. Дурища. На самом деле, это был лифт, нетипичная для нас штука. Обычно мы делаем фильмы документальные. Ну вот как живет семья в кругосветке, между прочим, в офигенской, я скажу вам, кругосветке, вокруг трех великих мусов, проект Тревели Фэмили Четверо Смелых, заканчивает свою почти прямую трансляцию и лифт с фронтов и полей. И пошла доклеивать скотч на вторую раму. Аминь. Спасибо.